Староскольская глиняная игрушка признана лучшим туристическим сувениром. На региональный конкурс Всероссийского фестиваля оскольские мастера отправили 6 работ в трех номинациях и завоевали 3 золотые медали. Вот такие сувениры-магнитики с изображением Староскольской глиняной игрушки получат участники фестиваля «Слобода мастеровая». Он проходит в нашем городе раз в два года. В 2017-м намечен на 18-19 августа. Вообще, мы ежегодно стараемся разрабатывать что-то интересное. И в течение вот этого года, так как мы уже задолго начинали готовиться к нашему фестивалю, пришла идея разработать какие-то новые сувениры, еще более интересные. И мы с большим удовольствием в течение года разработали. На региональном этапе Всероссийского фестиваля «Туристический сувенир» эти работы признали лучшими. Автор глиняных игрушек Владимир Лобынцев. А в номинации «Сувенир маршрута» золотую медаль взяла керамическая подставка для канцелярских принадлежностей оскольчанки Екатерины Зиновьевой. Всего на Всероссийский фестиваль «Туристический сувенир» было представлено 423 работы. Половина вышла в финал. Он состоится в Кирове. А на Староскольский фестиваль «Слобода мастеровая» в этом году ожидается более 80 мастеров из 11 областей России и Украины. Оскольчанка Светлана Девяткина тоже в их числе. Сейчас она не отходит от ткацкого станка, торопится завершить полотно для акции, посвященной десятилетию открытия всемирно известного туристического маршрута «Малый Иерусалим». Каждый регион-участник представит тканное полотно размером 1 квадратный метр. Из фрагментов будет собран большой ковер дружбы и добрососедства, который развернут в Евпатории. Светлана Девяткина корпит над метровым полотном уже почти два месяца. Время было не очень много, я постаралась все быстренько эскиз. Здесь уже осталась именно надпись «Белгород – город по братьям Евпатории». Ну и, собственно говоря, работа на 3-4 дня осталась. Я волнуюсь, стараюсь, чтобы было красиво, чтобы представить достойную область. Оксана Шиманович, Евгений Левошко, Денис Остапенко, 9 канал.